всем привет вы на канале казак tv с вами как всегда я дима или казак или как вам нравится называйте сегодня у нас новый тест-драйв что нам дали покатать обкатать один интересный велосипед но бренд которого мы по религиозным убеждениям на нашем канале не можем произносить я скажу просто это стерео 140hpc sl это детище немецкого гиганта как вы все прекрасно знаете этот велосипед для треллова катания этот велосипед в ростовке 18 потому что у этого бренда какого-то хрена указывается все в дюймах соответственно это по-человеческому м к 27 5 колеса он карбоновый но только передний треугольник задний к сожалению алюминиевый вилочка 150 хода подвеска 140 хода так звучат деньги а посадка все та же все та же как и была у стерео не вижу никак кардинальных изменений по крайней мере на данный момент уж точно сделали карбон и красивый передний треугольник на этом инновации окончены велосипед как вы уже поняли романа вы просили на него тест-драйв пожалуйста сейчас все будет а а Так, переключал тут звезд уже, на предпоследней, а че так мало звезд, они уже закончились, я еду на последней уже звезде. Фу, господи, какой ужас, одно радует, блокировки хорошо работают. Фу, господи, как я устал. Давайте посмотрим на дизайн рамы в целом велосипеда. Я катался на стерео, на алюминиевом, который был попроще, тоже был 140, у нас даже есть тест-драфия, могу быстрее туда. Они, конечно же, изменили передний треугольник, он стал, ну, поизящнее, покрасивее. Это карбон, тоненькая верхняя труба, очень реально красиво. Нижняя просто здесь, я не знаю, нога уже, это просто такая огромная рельса. Хороший линк, карбоновый, тоже сделан очень аккуратненько. По переднему треугольнику у меня никаких вопросов нет, он реально симпатично выглядит. Здесь, конечно же, есть защита на нижней трубе, и это немаловажно. Она родная, она шла с этим велосипедом уже изначально. Но, конечно же, есть и проблемы, сюда вот немного не хватило. Бюджета, видимо, и они на перья здесь никакой стороны, ничего, никакую защиту не сделали, владелец мотал все своими руками. Внутренняя проводка гидролинии тросов полностью всего, но вот, что касается заднего тормоза, я когда увидел, просто я чуть в оборок не упал. Это просто какая-то дичь! Стоят тормозера Dior XT. Посмотрите на эту проводку, у них почему-то гидролиния идет с внешней стороны, а не с внутренней. Соответственно, чтобы провести, это пошла гидролиния вот так вот вниз и в перо. Вообще, по-человеческому, у всех тормозов гидролинии идут с внутренней стороны, и идет гидролиния за перьями. Для этого, у этого велосипеда есть здесь отверстие под гидролинию, где можно аккуратно это провести. Но, благодаря вот этому вот бреду, сделана вот такая вот дуга, петля. Я уж не знаю, как это назвать, но это просто бред какой-то сраный. Стояли ратра здесь какие-то паскудные, шамановские. Изначально стоковые, не на пауке. Хозяин поставил сюда топовые с радиратами охлаждения. Они тут двухслойные, в двухсостоянные. В общем, это просто страшная вещь для гор. И я думаю, что кто-то погрячился, поставил сюда такие тормоза. Две звезды спереди стояло в 2018 году. Ну, сейчас-то уже 2019, но велик-то 2018. Нет, вы понимаете, они по-прежнему ставят две звезды сюда. Нет, они действительно считают, что кто-то этим пользуется, кто-то катается. Люди ж по умолчанию всё срезают нахрен болгаркой и ставят одну звезду. Что хозяин и сделал, поставил сюда звезду горборук. Нарувает всё как положено. Перекидочку оставил X-T, кассета стоит тоже горборук. Это полностью стальная кассета. Кроме большой 46, она идёт из алюминия. Но не будем на этом зацикливаться. Колёса, вилсет точнее, стоит фулкрум. Я не знаю, что такое фулкрум. Напишите в комментариях, что это вообще за компания. Я скажу только то, что втулки здесь выглядят с очень интересными фланцами такими. Радуса на 3 где-то. Ход. Ну, может быть, на 2. Ладно. Люфтит смертельно. Велосипеду полгода. Грипсы Odi с одним замком. Прикольные. Оди вообще вопросов нет. Оди делают классные грипсы. Они, в принципе, на этом себе на хлеб зарабатывают. Они делают только грипсы. Руль Race Face с 15 подъемом. 750. Главное, это вынос. Race Face турбин. Цельно фрезерованный. Коротенький. Обалденный. Вынос вообще. Просто one love. Педали это DMR V12. Магниевые. Ультралегкие. Я вообще вам скажу, что вес этого велосипеда 13 кг. Вилочка Fox 34. Performance с картриджем Fit Grip. Подкачка воздуха. Блокировка. Ничего такого умного нет. Единственный момент, что здесь стояла вилка с черными ногами. А теперь тут стоят с кашимой. Кашимовские ноги. Но только ноги. Сама вилка конечно же не кашима. И здесь конечно же не супер модный картридж стоит. Амортизатор с блокировкой. Тут все обычно что говорить. Обновленный амортизатор. Надо катать. Надо катать. Потому что что говорить. Вы все равно это все не слушаете. Вам надо кыжогово, джигалово и все это. Иргалово казака на тестовом круге. А хотите узнать время первого тестового круга? То что это карбон ощущается сразу. Ощущается сразу в его жесткости. Когда вы становитесь на педали и начинаете наваливать. Он как монолитная вся конструкция. Он вообще нигде не гуляет. У этого нет желейного такого знаете ощущения. Кто катает на великах меня помет. Жесткий стабильный гоночка. Как положено. Велосипед стерео 140 HPC SL. Проехал со временем 4.01. Это шустро было. Мне понравилась жесткость велосипеда. Когда я в подъеме встал на педали. То я сразу почувствовал приход этого. Вот давите на педаль. Как на Хартейле. Это конечно благодаря тому, что очень хорошо блокируется. Аморт и вилка. Вот не на всех амортах. Может похваться за такой блокировочкой хорошей. Вот у Рокшоков только у новых. Они начали делать достойную блокировку. Вы нажали и он как у Фоксы. Раньше Рокшоки хуже блокируются. Они все равно где-то раскачивались. Вот Фокс четенько нажал. Все. Хартейл. Точно так же и вилка. Заблокировали. Все. Полный Хартейл. Она вообще ничего не происходит. Как будто поменяли вилку. Вообще никакого прожатия нет. И конечно когда у вас полностью жесткая подвеска. Когда у вас жесткая рама. Когда вы остановитесь на педали. Конечно велик будет ехать. Конечно. Ну тут конечно еще можно было быстрее. Думаю на пару секунд проехать. Стояли бы не такие зубастые покрышки. Потому что но беники они очень такие уж. Но время быстрое. Я почему-то думал что будет похуже. Помедленнее. Ну ничего. Второй участок. Там будет рок-н-ролл полный. Трое час будет хорошо. То. Как пятерое Ireland. Уважаем. Уважаем. Уважаемă. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...